О Запорожстале и запорожсталевцах, о достижениях и рекордах, о людях труда и их историях успеха. Слушайте в подкастах на YouTube-канале Запорожстале. Всем привет! Сегодня в подкасте расскажем о дружном коллективе Управления охраной окружающей среды, который недавно встретил свой 59-й день рождения подразделения. Коллектив Управления окружающей среды Запорожстали состоит из трех отделов. В каждом из них трудятся разные по возрасту, профессии, предпочтениям и характерам люди. Но всех их объединяет общая черта – любовь к работе, профессионализм, желание расти и совершенствоваться. За почти шесть десятилетий существования подразделения его коллектив менялся не единожды. Однако мудрость, знания и навыки здесь и по сей день передаются от опытных к молодым, от старших к младшим, от профессионалов к новым сотрудникам. Так складывается коллектив специалистов ООС, которые постоянно контролируют соблюдение природоохранных норм на комбинате, работают и от всего сердца любят свою работу. Каждый отдел подразделения – часть большой семьи. Название отдела исследований воздушного бассейна контролирует частоту воздуха. Работники отдела каждый день берут пробы воздуха практически во всех производственных зонах комбината. Каждый день инженеры управления охраной окружающей среды отслеживают четкое выполнение природоохранных мероприятий на комбинате. И несмотря на то, что коллектив ООС не считается производственным подразделением, работников управления часто можно встретить на производственных площадках с очередным аудитом или взятием проб. В отделе работают не только молодые сотрудники, но и опытные профессионалы, которые отдали своему призванию не один год жизни. Среди них ведущий инженер Юлия Бугай, инженер Татьяна Кравчук, монтажник системы кондиционирования воздуха и аспираций Григорий Клымчук. Работа с пробами лаборатории отдела исследований водного бассейна и мониторинга промышленных отходов – одна из самых интересных. Требует внимания, скрупулезности и фундаментальных знаний. Анализ водного бассейна и контроль над утилизацией промышленных отходов – это порядка 50 объектов и контрольных точек, где каждый день производится забор проб и анализ материалов в лаборатории ООС. Лаборанты и другие сотрудники отдела выполняют внушительный объем работ в любую погоду, в любое время года. Самыми опытными сотрудниками отдела за годы работы стали ведущие инженеры Наталья Криковцова и Наталья Ерофеева, лаборант химического анализа Ирина Пальчик. На каждом рабочем месте специалисты отдела исследования промсанитарии проверяют условия работы. Уровень шума, вибрации всего оборудования и много других показателей с помощью десятков разных видов специализированных приборов. Благодаря труду работников отдела, инженеров, операторов испытаний, лаборантов, работники комбината всегда в комфортных условиях. От правильности получаемых параметров зависит безопасность и комфорт на рабочих местах комбината. Здесь работают молодые перспективные сотрудники и опытные специалисты. Среди них ведущий инженер-санитарный врач Наталья Некретина, инженер Елена Синяя, лаборант химического анализа Анжела Нехаева. Сотрудники ООС работают плечом к плечу с производственниками, знают все нюансы технологических процессов, алгоритмы работы оборудования, потому что их задача – контроль, мониторинг, проверки и поддержание экологичной работы комбината. Говорит начальник управления охраны окружающей среды Инна Холина. Охрана окружающей среды – непростая задача. Она требует определенных навыков, ответственности, контроля. И поэтому команда нашего управления, я считаю, эффективные и добросовестные работники. Поэтому молодые и опытные все одинаково профессиональны и показывают отличные результаты. Я горжусь своим коллективом и благодарна каждому из них. Дружный коллектив управления охраной окружающей среды поздравляем с 59-м днем рождения подразделения. Всем желаем хорошего настроения, бодрости, духа и успехов!